1 миллион 700 тысяч рублей такую сумму заплатили за покупку телеграм-канала правда он оказался краденым и право на владение пришлось вернуть настоящему создателю и почему за пост в телеграме хотят приговорить к тюрьме об этом сегодняшние новости предлагаю подписаться на канал прямо сейчас дабы не пропускать все самое интересное 10 ноября злоумышленники получили доступ к одному из крупных русскоязычных телеграм-каналов посвященному тематике интернет-ресурса reddit все началось с того что в тот же день 10 ноября администратору который является основателем канала и занимается продажей рекламных мест написал некий человек он представился российским представителем wandershare фил мора диалог с новым партнером у администратора reddit подозрений не взывал уделив пару слов о программе для монтажа видео она подчеркнула что заинтересована в сотрудничестве и желает узнать цену рекламной интеграции видео отдельной публикации на канале затем администратор уточнил стоимость в ответ на что от заказчика последовало согласие с условиями она отправила текст технического задания уточнив что оплата производится непосредственно перед выходом рекламного поста после согласования всех материалов в том числе видео которое необходимо прикрепить к публикации важно отметить что заказчик не настаивал на установке программу фил мора далее она скинула ссылку с архивом оттуда администратор решил не только скачать видео необходимое для выполнения технического задания но установить программу после того как админ несколько минут попользовался установленной программой он закрыл ее и выключил свой компьютер а вернувшись через несколько мгновений обнаружил что прав каналу у него уже нет более того в описании изменилась ссылка на профиль человека которому следует писать для сотрудничества важно из этого также то что по словам администратора он подтвердил что до момента угона к его аккаунту была подключена двухфакторная аутентификация высшая мера предупреждающая возможную кражу данных а передачи прав основателя в телеграм возможно только в случае если основатель лично введет в меню свой облачный пароль таких действий настоящий администратор не выполнял вы возможно сейчас задаетесь вопросом а где же сумма которая фигурировала в начале ролика здесь на арену теперь вступает она девушка которая прикупила канал за 1 миллион 700 тысяч рублей в долларах это около 22 тысяч по словам так называемого нового временного владельца ей предложили такую выгодную покупку и она ни на секунду не сомневалась в этом а после получения прав даже сообщила об этом на канале и сказала что будет стараться очень хорошо и качественно его вести стоит отдать должное узнав ситуации с кражей новый владелец предложил канал вернуть основателю 22 тысячи долларов представляете а ведь это вовсе не предел в телеграме где получать деньги можно разными способами еще один который помогает владельцам телеграм-каналов и чатов выйти на новый уровень пассивного заработка предоставляет не милин год благодаря ему у вас появляется возможность организовать платную подписку на свой канал по желаемым ценам простыми словами на вашем канале или в чате есть полезная информация за которую стоит получать деньги какая сумма решаете вы в таком случае не милинг бот поможет организовать автоматический прием денежных средств и допуск каналу или чату тем более сервис не стоит на месте и продолжает активно развиваться из последних обновлений в боте доступно выставление счетов в 28 валютах и теперь они работают с такими платежными системами как telegram pay to me подходит для самозанятых и cloud payments а также появились автоплатежи через те же туми cloud payments и яндекс кассу подробно о милинг боте я рассказывал в отдельном ролике ссылку на самого робота оставлю в описании а вот чем закончилась история с кражи канала и почему за пост в телеграме хотят приговорить к тюрьме об этом далее твой лайк самая сильная поддержка моих стараний очень надеюсь на нее стоит отметить что как минимум еще два канала размером в 46 тысяч и семьдесят две тысячи подписчиков были украдены по точно такой же схеме несколькими днями ранее а reddit судя по всему стал их самой большой наживкой в ночь на 11 ноября команда telegram начала помогать администраторам пострадавшим от вредоносного по которое распространяли под видом рекламного продукта ряд телеграм-каналов уже вернули первоначальным владельцам аккаунты мошенников забанили на реддите появился пост возвращения а настоящий администратор рассказал что они с его командой заниматься проектом уже в течение трех лет за этот промежуток времени в него было вложено более двух миллионов рублей мошенникам удалось получить доступ действительно к живому и прибыльному каналу урок из этого для всех нас один будьте аккуратны когда качайте что-то по сомнительным ссылкам и пользуйтесь антивирусами а в этой истории у нас точка и еще немного криминали в нижнем новгороде журналисты издания репортер нн александра пичугина хотят приговорить к двум с половиной годам ограничения свободы поводом для этого стал пост в телеграм-канале сорокин хвост в котором прокуратура увидела признаки распространения фейков коронавирусе в разгар пандемии пичугин саркастически назвал намечавшиеся 12 апреля массовое паломничество верующих акции по намеренному инфицированию населения руководство организации использует в качестве распространители инфекции своих адептов-смертников собирая их в специально оговоренных местах где распространители сознательно нарушает санитарные правила а после внедряется в общество суд состоялся 11 ноября и таки вынес свой приговор александру пичугину назначен штраф 300 тысяч рублей с рассрочка выплаты на 10 месяцев то есть ежемесячная выплата составить 30 тысяч рублей журналист не согласен с приговором и будет его обжаловать в общем 10 и 11 ноября оказались какими-то максимально денежными кто-то их потерял а кто-то и заработал это наверное все было сделано специально к распродаже на алиэкспресс все же мы любим халяву кстати друзья пора готовиться к черной пятнице этому прекрасному дню и посвятил целое видео где рассказал как можно успешно и подешевле закупиться всем чем угодно в телеграме и напоминаю если вам нравится подобный формат новостей поставьте лайк этому видео чтобы я понимал какие темы готовить дальше на сегодня у меня все спасибо за просмотр это канал телеграмер подписывайся и будь наполнил тренда подписывайся и подписывайся и подписывайся и если вам понравится то у меня будет